Привет, я Робик. Мы знакомимся с историей рождения Иисуса. Помните, как волхвы спросили Ирода, где им найти Иисуса? Где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Возможно, вам помогут мои священники. Ученые Ирода знали, где должен родиться царь, потому что пророки предсказывали пришествие Иисуса за сотни и даже тысячи лет. Еще в книге Бытие, когда Адам и Ева были изгнаны из сада, Бог указал нам на приход Спасителя, предупреждая змея о том, что его ждет. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в питу. Бог сказал, что Мессия будет потомком женщины. И это было необычно, потому что в Библии, как правило, о любом человеке говорится как о потомке мужчины. Бог говорил нам, что у Иисуса будет земная мать, но не будет земного отца, и что его мать не будет знать мужа. Как это может быть? Ведь я дева. Пророк Исаия предсказал рождение от девы более чем за 700 лет до Рождества Иисуса. Пророки также предсказывали, кем будут родители Мессии, или, по крайней мере, кем будут его родственники. Мало того, что были предсказания о предках Иисуса, но было предсказано даже его место рождения. За 700 лет до рождения Иисуса, Михей предсказал, что Рождество произойдет в Вифлееме. И ты, Вифлеем Еврафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало одней вечных. Это еще более удивительно, если вспомнить, что Иосиф и Мария не жили в Вифлееме. Бог использовал перепись, чтобы добиться исполнения пророчества о рождении Иисуса. А вы не слышали? Все возвращаются туда, где они родились. Ирод просил, чтобы волхвы вернулись и сказали ему, где младенец. Но он хотел не поклониться новому царю, а убить его. Если они не найдут ребенка, на его поиски отправятся мои люди. Даже если для этого придется изловить всех мальчиков младше двух лет. Ангел предупредил Иосифа об этом во сне, поэтому он, взяв Марию и Иисуса, бежал в Египет. После смерти Ирода они вернулись. Так исполнилось пророчество Осии, которое и предсказал. Из Египта вызвал сына моего. По возвращении семья Иосифа обосновалась в Назарете. Евангелие от Матфея говорит нам, что так исполнилось другое пророчество о том, что Мессия будет называться Назарянином. Представляете, казалось, эти три пророчества противоречат друг другу. Мессия должен был родиться в Вифлееме, быть вызванным из Египта и называться Назарянином. Однако все три пророчества оказались правдой об Иисусе. Пророки сообщили нам не только о том, где и как нам явится Спаситель, но и рассказали также, зачем и почему эта весть благая. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертный свет воссияет. Ибо младенец родился нам, сын дан нам. Владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный. Советник, Бог крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Субтитры создавал DimaTorzok